И в продолжении темы. Славянские спортсмены не перестают прославлять наш район на краевых и всероссийских соревнованиях. И даже ограниченные возможности здоровья не становятся препятствием для желающих попробовать свои силы в спорте. О том, как прошла спартакиада по спортивному многоборью среди людей, чья воля к победе сильнее жизненных трудностей, расскажут наши корреспонденты. Чтобы заниматься спортом, нужна хорошая реакция, координация, сила и выносливость. И даже абсолютно здоровому человеку иной раз трудно добиться хороших результатов. Но есть люди, которые даже несмотря на свой физический недуг, сильны духом и стараются достичь спортивных побед. В соревнованиях по спортивному многоборью приняли участие около 40 юношей и девушек с ограниченными возможностями здоровья. Впервые у нас участвуют глухие и слабослышащие люди. Мы продолжаем совмещать и детей, и взрослых, чтобы была социальная реабилитация у детей и у взрослых. Спартакиада прошла накануне Дня физкультурника России. Для участников были подготовлены разнообразные спортивные состязания – дартс, штрафные броски, весёлые эстафеты, конкурсы на ловкость и меткость. У каждого участника соревнований уже есть любимые спортивные увлечения. Дарья Полыванова с самых юных лет увлекается баскетболом. Спорт даёт девочке очень много. Здоровье – силу, а главное – уверенность в себе. Мне нравится баскетбол тем, что можно хорошо поправиться в состоянии здоровья, можно стать крепче и научиться. Я хочу стать баскетболисткой. Жизнь – самое большое богатство, которое есть у каждого. А здоровье – то, что помогает человеку проживать насыщенную жизнь, учиться, работать, заниматься тем, чем хочется. Но даже если полноценное здоровье есть не у каждого человека, это не мешает добиваться спортивных побед. Надежда Калинина, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».